Здравствуйте, друзья. Никогда еще этого не просил, но сегодня прошу. Максимальный репост. Пусть о ситуации узнает как можно больше людей. Мы должны своим возмущением повлиять на ситуацию. Потому что возмущение, это еще мягко сказано. В Кемеровской области суд признал трех жителей Топкинского района виновными в групповом изнасиловании и приговорил их к условному сроку. Они ходят на свободе. Групповое изнасилование. На свободе. И после такого наши пропагандоны смеют обсуждать беззаконие на Украине, где сбившие пешеходов насмерть откупаются от родственников и судов. Смеют обсуждать безнаказанные изнасилования мигрантами с Ближнего Востока в Европе. Это, конечно, очень важно. Только вот о том, что творится у них под носом, молчат. Как установило следствие, молодые люди в возрасте 19, 20 и 21 год в июне текущего года распивали спиртное на улице возле частного дома. Когда мимо прошла знакомая, то самый молодой из приятелей последовал за ней, на пустыре затащил ее в кусты, после чего избил и изнасиловал. Когда приятеля молодого человека потеряли его из вида, они отправились его искать. Обнаружив его на пустыре, совершающем насильственное преступление сексуального характера, они не только не заступились за девушку, но и сами совершили аналогичное преступление. Потерпевшая добралась до дома знакомых и попросила их вызвать сотрудников полиции. И эти животные на свободе? Сколько стоит избить и изнасиловать знакомую, а? Адвокаты называют решение суда довольно странным и выбывающимся из судебной практики. Поэтому мы, редакция сайта Аврора и лично я, призываем всех неравнодушных к максимальному репосту и распространению информации. Тут дело не в какой-то политике, а в простой справедливости. Резонанс должен дойти до власть придержащих. Наглую саратовскую министершу уже уволили, давайте заступимся теперь и за честь девушки. Прошу максимального репоста, друзья. До новых встреч.